Краевой этап уникального фестиваля-конкурса «Адрес детства Кубань» прошел на прошлой неделе в городском Доме культуры. Яркое, красочное представление надолго запомнится как юным зрителям, так и их мамам, папам, бабушкам и дедушкам. А чем фестиваль-конкурс запомнился нашим корреспондентам? Смотрите в следующем материале выпуска. В зрительном зале Дома культуры в этот день практически не было свободных мест. Бабушки, дедушки, родители юных артистов, учащиеся школ и просто зрители в ожидании выхода на сцену выступающих. Тем временем за кулисами кипела своя жизнь. Адрес детства Кубань – это не просто фестиваль-конкурс, это своего рода творческий экзамен. Прямо сейчас мы находимся за кулисами Большого зала Городского Дома культуры. Здесь проходят последние приготовления участников перед выходом на сцену. Все они волнуются, ведь им сегодня предстоит удивить жюри своими выступлениями. Несмотря на переживания участников, в нашей съемочной группе удалось пообщаться с некоторыми из юных дарований. Одна из них – участница хореографического ансамбля «Мечты» Екатерина Сороченко. Танцевальные способности девочки ее родители заметили еще в раннем детстве. Я вот танцую уже на протяжении семи лет. Для меня танцы – это жизнь. Этот конкурс для меня очень важен, и я надеюсь, что наш ансамбль победит. Методы в борьбе с волнением перед выходом на сцену у каждого свои. Кто-то оттачивает свой творческий номер во время репетиции, кто-то бережет силы для главного выхода на сцену. А вот воспитанница детской школы искусств имени Григория Пономаренко Анаит Козырян справится с эмоциями, помогает поддержка старших наставников. Сначала пропеваю все про себя, слушаю учителя, что он говорит, какие звучания говорит, и стараюсь на сцене все выполнять. Этот фестиваль-конкурс проводится с 2004 года для поиска и поддержки юных и молодых дарований Кубани. Он уникальный, не имеет аналогов в России. Фестиваль объединяет в себе многочисленные творческие жанры – хореография, оркестры, театральное искусство, вокал, декоративно-прикладное творчество. В конкурсной программе и выставке приняли участие лучшие учащиеся и воспитанники учебных заведений и клубных формирований Славянского района. Несколько часов сцена Дома культуры находилась под музыкальным дождем из ярких славянских звезд. О-о-о-о, только вместе мы в большая сила. О-о-о-о, если вода. О-о-о-о, чтобы раме сердце не открыло. О-о-о-о, рядом ты и я. Отборочный этап «Адрес детства Кубань» в Славянском районе стартовал в ноябре прошлого года. В нем смогли принять участие все желающие от 5 до 18 лет. Первый этап прошел на базе Домов культуры в поселениях, где побывала районная жюри фестиваля конкурса и выбрала самые яркие таланты. Их оказалось более 500 человек. Дети и молодежь нашего района приняли самое активное участие в фестивале конкурсе. Более 25 детских художественных коллективов представлено свыше 800 работ декоративно-прикладного творчества. Ярким завершением фестиваля стало дефиле барабанщиков. Присутствующим обратилась представитель Министерства культуры Краснодарского края Ирина Ходырева, а также заместитель главы по социальным вопросам Ольга Леус. Так много всего доброго и хорошего хочется сказать, но вы просто сами все видели. Какой замечательный концерт, какие замечательные дети. Все было так здорово, так интересно, мне очень понравилось. Хотелось бы сказать большое-большое спасибо всем нашим мамам, всем педагогам, всем преподавателям, всем работникам сферы культуры, всем тем, кто прикладывает к таким вот концертам свое творчество, свое умение, свои знания, кто учит наших детей. Еще раз большое спасибо и низкий поклон. От имени главы нашего района Романа Ивановича Сенегурского поздравляю вас с проведением краевого фестиваля «Адрес детства Кубань» в нашем районе. Мы очень благодарны администрации Кубани, министерству культуры, что такой конкурс есть, что он поддерживается и дает возможность проявить свои таланты, показать их на сцене. Больше 12 лет уже этот радует конкурс нас, и мы становимся активными его участниками. Мы очень любим, наши дети его очень любят, и все ждут и принимают активное участие. Юные артисты и мастера декоративно-прикладного и изобразительного творчества завоевали в копилку побед Славинского района 66 дипломов лауреатов. Для кого-то эта победа – первая ступенька на творческой лестнице успеха, кто-то неоднократно становился лауреатом фестиваля. Но даже если ребята не свяжут свою судьбу с творчеством, с искусством, а выберут себе другую профессию, они уже сделали большой шаг в своей жизни, посвятили себя высокому искусству.